У нас мастерская, знаете, хочешь не хочешь, она генетически, в общем, как-то наследует мастерскую Михаиловича Рома, где я имел счастье учиться. А он так же работал, как вы? Точно так же. Абсолютно тем самим методом? А я вам сейчас скажу, просто для того, чтобы у вас вопросы исчезли. И мы как-то показывали ему, он приехал измоченный, в час дня, измотанный. И мы показывали, естественно, то, что мы сами хотели показать, а не то, чему он якобы нас хотел. Это вы про Рома говорите? Я говорю про Рома. Покажите нам фотографию Рома и Соловьев. Есть какая-то фотография? Есть какая-то фотография. Вот посмотрите, найдите здесь Соловьева, пожалуйста, все. Приглядитесь, где Соловьев? Где он? Вот мне кажется, что это вот этот вот человек. Да, да, да. Причем делаю вид, что я в тетрадку что-то записываю. У меня ни одной тетрадки не было в Офгике, я помню. Ни одной. Хорошо. Это я взял. Продолжайте. И что Рома? И вот, значит, Рома измотали, значит. Вот теперь Ром должен был нам объяснить, у кого чего хорошо, у кого плохо, у кого это самое. И он сел на стол, я помню, сел на стол, так ногой качал со стола и курил. Ногой болтал, пауза дикая, тишина такая страшная. Все ждут, что он скажет. И Ром сказал, я помню, это самая содержательная лекция была из всех ромовских лекций. Ребят, ну что, когда это интересно, то это интересно. Позавидовал. Класс. Это интересно. А когда уж не интересно, то мне интересно. Мне интересно. Встал и уехал. Рекция была грандиозной, причем до сих пор. А вы так делаете? О да. Да. О да. Делает, да? О да. Делает. Что просто встает, как бы, и уходит. Я даже... Нет. Сидит молчина. Нет. Я в пару раз уходил. Почему? Было такое, что уходил. Нет, ну иногда ухожу. Может, и кричите? Может, обойтись и нормально? Никогда в жизни такого не было ни разу, чтобы Соловьев повысил голос. Такого не бывает. Они святые. По-моему, он ваш любимчик. Они святые. Святые. Они, конечно. Что внутри происходит, да? Это святые. Да. Скажите, вот про Рома. Вот тут Никита Михалков, который у него учился тоже. Да, да. Ваш знакомый. Да. Вот. Он, значит, у него услышал следующее. Режиссер – это не тот, кто хочет или как все, или как угодно, только не как все. Режиссер – это тот, кто говорит вот так, вот как я себе представляю то или иное. И за это свое представление о мире режиссер должен нести персональную ответственность за каждое свое слово. Тогда с ним можно соглашаться или не соглашаться, но только тогда ему можно верить, а не тогда, когда Борис живет. Это правильный текст. Да вы знаете, все правильно, что говорил Ром, потому что абсолютно все. Потому что на самом деле Ром был великий актер. То есть он говорил разное. То есть он говорил разное? Все что угодно. Вот мог в этот же вечер через полчаса пойти выпить этого самого чая в буфете и прийти и сказать все наоборот. И верили вы тому, и тому с абсолютной вообще, с абсолютной ясностью, что говорит правильно. То есть каждый выбирал из этого человека то, что ему нравилось больше, да? Он был великий артист, Михаил Ильич, прежде всего, великий артист. И до сих пор, я, например, вот сколько отучился у Михаил Ильича? Пять лет. А что вы от него взяли? Ничего. Вообще? Вообще ничего. То есть я не могу вспомнить ни одного толкового совета. Больше. Чего же вы учились у него? А, я его боготворю. Понимаете? Ни одного толкового совета, большего. Еще я не могу вспомнить никакой лекции. Вот я говорю, вот эта вот лекция, самая такая яркая лекция, которую я вспомнил у Рома. А что было? Была у меня, я помню, шея. Он, когда разговаривал с нами, разговаривал крайне мало, крайне мало. Разговаривал, он так болтался по аудитории с пола направо, и я вот так вот шеей за ним двигал. И вот эти спазмы шейных позвонков, я помню, как один из самых впечатляющих уроков. Понимаете? Когда человек, когда человек буровит что-то свое, и мне не важно, что он буровит, вообще не важно. Мне важно, как он это буровит. И он это буровил совершенно, совершенно, вот это и есть уроки актерского мастерства. Вот у нее есть актриса, это Аня Меликян, которую я увидел в кино у тебя, я уже забыл, как она... Кина. Кина. Она еще ничего не успела сказать. Она что-то вздохнула, и я замер, и в состоянии совершенной вот такой замерзшести просмотрел всю картину. Мне все равно, что она говорит. Но вот все равно. Но это ваш способ общения с киноэкраном. А зрителю-то нужен сюжет и так далее. Вот это вот Алеша Смирнов, он блатной. Потому что папа... Потому что папа выдающийся кинорежиссер. Значит, он написал в свое время, он человек потрясающего, вообще, так сказать, выдержки и всего прочего. На первом курсе ты сколько написал вариантов сценария? 14, Сергей Савченко. 14 вариантов сценария. Причем какой-то там, восьмой он принес, говорит, ну, это что, я говорю, это, нет, не получилось. Он говорит, знаете что, не надо. Этот сценарий мне папа писал. Я говорю, скажи папе, чтобы он бросил это занятие. И вот недавно, вот что такое, что такое, я хочу произвести это слово, магия. На этом все держится. Если этого нету, то нету ничего. В лире, что там, вот, что они там пели или... Да ничего, магия. Они пели, так сказать, вот эту, ощущая этот энергетический, дурной... Что? ...прилив в башку. Нет, это страсть просто. Страсть. Это натуральная страсть была. Скажите, у вас дипломники вот здесь сидят, да? А это сидят все второкурсники. Да. И это оба актерско-режиссерских факультета. Сколько поступало туда и туда на вступительных, помните? Я их не считал, но я их всех видел. Меня принцем, понимаете? Не приходить, не приходить в тот момент, когда уже... Вот мы сито все сделали, теперь из того, что... Приходит мастер. Приходит мастер. Ага. Он нам тоже замечательно говорил. Вам столько дурости будут рассказывать про хороших вот таких артистов. Вы, говорит, обалдеете. Я вам сейчас попытаюсь сформулировать в результате опыта. Что такое хороший артист? Нет, что такое плохой, значит, вы сказали. Что такое плохой артист? Артист читает вам Нагорную проповедь. Он вспотел от напряжения. У него глаза, вообще, так сказать, вращаются. Этот глаз на три, все туда, этот на это самое. А вам скучно? Его трясет, вас трясет. И ощущение все равно у вас какой-то лажей. Какой-то ужасающей лажей. Такой, значит, в которую дикое количество страсти вложено. Но это лажа. Это плохой или даже очень плохой артист. А что такое хороший артист? Михаил Ильич, спросили мы его. Он говорит, а вот есть такие артисты. Он тут сидит, о чем думает в своем. И чешет себе вот так века. И вы не можете от него оторвать глаз. Не можете оторвать. Думаешь, как бы он еще минут 10 почесал века.